Всем здорова! Мы сейчас вместе с вами посмотрим ролик Добряка. В этот раз он расскажет о... Про мифы Греции необычные. Про мифы необычные Греции. Может быть Добряк съездил в Грецию? А может быть он просто так решил рассказать? Потому что помнишь, мы смотрели, у него было видео про Японию. Vсякие истории про каких-то там чуваков, которые там что-то делали. А дальше почему? Потому что он ездил в Японию. Может быть он ездил в Грецию, потом решил рассказать про мифы древней Греции. Может просто книжку прочитал? Короче, погнали, посмотрим. Помните, как я рассказывал вам трешовые самурайские истории? Так вот, я думал, этих поехавших японцев никто не переплюнет, но во время... Мне кажется, как будто у них там было вообще два выпуска по этой теме, разве нет? ...моей культурной поездки на Кипр, при просмотре мозаик 4 века нашей эры, изображающих гренегреческие мифы, я понял, что греки больные выупрят... Спасибо. Пожалуйста, это прям скример это был какой-то. Извиняюсь. Короче, все вы, наверное, как и я, в детстве слышали хотя бы несколько древнегреческих мифов. О, это Гидра? Ну там Геракл, Ахиллес, всё такое. Но, как оказалось, на самые интересные я никогда не натыкался, к счастью. И я просто должен это экранизировать, ибо почему я должен это знать, а вы нет? Поехали. Миф первый. Рождение Афины. Афина – это богиня мудрости, военной стратегии и тактики, а также знаний, искусств, ремесел, покровительница городов, государств, наук и мастерства, ума, осноровка и изобретательности. В общем, спортсменка, комсомолка, красавица. Ну да. Единственная из богинь, кто носил мужской боевой прикид, а ещё таскала за собой целый зверинец. Так это почти как это, принцесса диснеевская. Да. Видишь, она боевая. Диснеевская богиня. Современная диснеевская принцесса. У неё ещё такие ещё стали, знаешь, там… Афиня. Афиня, да, ещё животные есть, знаешь, там, которые ходят, там, она поёт песню, они с ней там бегают, и тем не менее она такая вся прям, ух, самостоятельная. Родилась она, мягко сказать, странно. А именно, Уран и Гея наплели Зевсу, что по пророчеству его новорождённый сын свергнет его, поэтому надо бы что-то с ним сделать, несовместимое с жизнью. Тем более он вот-вот родится. Но Зевс, будучи вполне адекватным богом, не стал убивать сына, а просто съел. Причём вместе с матерью, жена-то была ещё беременна. Правда, от этого уже забеременел сам Зевс. Когда у него забеременел… Ооооо! У меня тоже вот такое вот лицо, смотри! Правда, от этого уже забеременел сам Зевс. Когда… Вот это вот, у меня сейчас тоже эмоция внутри. Это Джеки-Чар? Да, вот этот мем, знаешь, который, типа, что? У него заболела голова, он попросил Гефеста. Сынок, бахни мне чем-нибудь тяжёлым по голове. Гефест, недолго думая, расколол отцу голову, и оттуда вылезла Афина. Причём в полный рост уже взрослая, в доспехах и с оружием, и стала танцевать военный танец. Гефест… Что? Ха-ха, это что? Там Бигель такой, типа, в танцах или что? Что? Что за жесть? Что если как? Кто это придумал? Что они ели при тем году придумать? Как бы это верить вообще, да? Ну, хорошо, ладно, дальше. Был поражен ее красотой и пожелал взять ее в жены. Но Зевс сказал, э, осади, она все-таки твоя сестра. Ты что, сумасшедший? Миф второй. Божественный виночерпий. Жил когда-то один паренек Ганимед. Однажды он, как обычно, пас овец. А был он такой красивый. Ай-яй-яй-яй. Пролетавший мимо Зевс в форме орла, заприметил симпотного мальчонку. И без особых прелюдий утащил к себе на Олимп. Даровал ему вечную жизнь и красоту, а взамен сделал его своим виночерпием и любовником. Нам не особо завиданная участь. Как ты прям подошел к анимации, а? Закосплеила? Вечно прислуживать богам. Блин, я представляю, что кто-то там бегает, то ли собачку выгуливает, то ли с коляской идет, и тут такой добряк. Может, собачку уже выгулили под тем деревом? Ааа, возможно. ...влажать похотливого деда. А еще, согласно мифам, если не подписаться на этот инстаграм-аккаунт, то можно... Подписаны! Все, все дела подписаны. Да. Это не я сказал, это мифы говорят. А еще я понял, что походу в говно лег. Да, мы только что про это говорили, да. Ну, как бы... Кстати, вообще большинство мифов о том, что Зевс просто не может удержать свою междуножную змею. Именно в форме змеи он в основном и занимался совращением. Но это уже в следующем ролике, если наберется много лайков. Миф третий. Состязание Аполлона и Марсия. Однажды Афина, да-да-та самая, играла на флейте. Но увидела в ручье, что флейта ее полнит. И... Полнит? Да, полнит флейта. Флейта полнит. Вот, оказывается, ребята, знаешь, там подходит как бы девушка, типа, я пухла, я пухла. На самом деле, отбыва флейту всего лишь убрать, а так все нормально. Но его залутал сатир Марсий. Он играл на этой флейте и так возгордился своей игрой, что вызвал на состязание самого Аполлона, бога солнца. Пока на расслабоне ночили. Аполлон принял вызов с условием, что наказание выиграет. Залысненько обладелся. И начался музыкальный батл. Судьями были Афина и царь Медас. В первом раунде Марсий выдал мощное соло. Медас сразу же отдал победу Марсию. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Думаешь, я тебя не уничтожу? Я уничтожу. И во втором раунде к игре на лире подключил флекс и пение. И выиграл батл. В наказание Аполлон содрал с Марсия кожу. А когда играл на флейте, она начинала танцевать. А Медасу сделал ослиные уши. За то, что тот ни черта не смыслит в музыке. Конечно, я понимаю, что все эти митры несказательные. Какая прелесть. И боги – это описание природных явлений, человеческих пороков и так далее. Об этом я, кстати, подробнее уже рассказал. А потом куча людей в это верит. И на серьезных щах воспринимает, что, типа, да, я вот полечу куда-нибудь туда и с Судисом этим встречусь. С Киводисом? Ну, с богами с этими. А что? Да. В своем телеграм-канале. Но, если понимать их буквально, то получается вот такая вот дичь. И если вы хотите продолжения, пишите в комментариях. Кстати, там же можете написать, какую мораль можно вынести из этих мифов. Интересно будет почитать. Ну, и не забывайте поставить лайк. И до новых встреч. На самом деле, было познавательно. Было познавательно, но, мне кажется, уже к таким трэшовым историям про мифы Древней Греции мы немножечко с тобой привыкли. Потому, что мы Гнус осмотрели, а там он много таких всяких вещей интересных рассматривает. Ты уже не удивляешься особо? Да. Но, особенно с первой историей, это вообще какой-то трэш. Когда он съел беременную свою, типа, жену или там, кто она была, его наложница. А потом сам забеременел. А потом ему разбили голову. Кто это придумал? А оттуда вылезла Афина взрослая. Кто это придумал? Я не знаю, и под чем этот человек был. Как бы, я бы посмотрела вторую часть. Почему? Мне кажется, это, блин, интересно. Это познавательно и прикольно. Так что, обязательно приходите на видос Добряку и ставьте ему лайки, чтобы вышла поскорее вторая часть. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.